Приветствую вас, то, что вы описываете свой страх потерять своего мужа, это вполне логично и понятно, потому что, по сути, муж это единственный человек, который вас сейчас определяет. То есть, кроме мужа, да, вас больше не определяет вообще ничего. Ну, говоря, определяет, я имею в виду, что чем-то наполняет. Кроме мужа, больше никто и ничего вас не наполняет, на мой взгляд. И, естественно, вы боитесь человека потерять, потому что вы знаете, если он уйдет, то вам будет плохо, вы останетесь одна, а это, собственно, то, чего вы очень сильно боитесь, это то, чего вы опасаетесь. И потому здесь не за страхом нужно бороться, в первую очередь, и даже вообще бороться не нужно. А здесь необходимо, в первую очередь, наверное, работать по направлению принятия себя. По направлению восстановления контакта с вашими чувствами и эмоциями, чтобы именно они направляли вас. работа по направлению к отказу от оценок, от оценочного восприятия себя. Вот. И тогда вам, в принципе, самой будет очевидно, что притягиваются не одни и те же люди, а притягиваются краткратные люди. Потому что одни и те же люди, они, может быть, и лучше находят общий язык, это правда, но друг в друге они видят отражение в себя, а это не всегда приятно. Поэтому, то, что вам кажется, это стереотип. Вот. Да, я согласен с тем, что вы чувствуете себя ни к чему не способны, потому что ничем не занимает. Я с вами согласен здесь. Но, опять же, вы говорите, что я ничего не хочу. Вы говорите. Так ли это на самом деле? То есть, на самом ли деле вы ничего не хотите? Или, может быть, речь идет о том, что вы-то, может быть, и хотите, но из-за того, что постоянно сравниваете себя с другими людьми, ничего не делайте. Потому что знаете, что в сравнении у вас получится все хуже. И, вы знаете, если сравнивать себя с кем-то, то действительно, в сравнении с кем-то получится всегда хуже эта правда. Потому что самооценка, самооценка, как бы предполагает наличие того, что есть проигравший, а есть, собственно говоря, победитель. И вы, по сути, только-только так и воспринимаете, ну, взаимодействие свое и окружающего мира. То есть, только борьба, только игра, только такое вот соревнование, по сути. Но, вопрос заключается в том, вопрос заключается в том, почему, почему вам видится именно как, как соревнования, способы взаимодействия с людьми, понимаете? Какая штука. То есть, почему вы не воспринимаете отдельно то, что делаете вы, то, что делают, ну, то, что делают, к примеру, другие люди. Вот. И, как я думаю, связано это, в первую очередь, с тем, что, себя вы тоже именно обесцениваете. Ну, наверное, с этим, в первую очередь, и нужно работать с тем, чтобы вы принимали на себя такой, какой вы есть, какая вы есть. Слушали бы свои чувства, слушали бы свои эмоции, чувствовали бы, что же вам нужно, чего вы хотите. Вот. И, соответственно, уже, как-то вот, исходя из этого, двигались бы, куда-то пожить. Вот. А то сейчас ситуация выглядит просто так, что вы сравниваете себя на постоянной основе с кем-то, вот, пытаетесь чего-то достичь. Вот. Ну, я совершенно точно знаю, что с такой позиции у вас не получится чего-либо добиться, потому что всегда будут мешать другие люди, вот. Ну, и ваш муж, это же, как вы, наверное, сами понимаете, что ваш муж, это не объект, скажем так, не предмет, принадлежащий вам. Это все-таки, ну, человек, вот. И если это человек, то он свободен в своих решениях, он свободен делать то, что хочет делать. Ну, вы своего мужа так не воспринимать. Опять же, это не случайно, такая история. Только потому, что саму себя и людей вы воспринимаете как, вот, предмет и принадлежащие. Если бы вы относились бы к себе более ценночно, чтобы вы видели в себе ценность, то такой бы позиции у вас не было бы. Вот. Ну, другое дело, что сейчас, на данный момент, вы, ну, вы на это не способны. Я это понимаю, я не требую от вас ничего-то, да, я не требую от вас, чтобы вы делали так. Я просто указываю вам на, ну, на проблему. Вот. А, как бы, что с этим делать, вы решите уже, я думаю, сами. Вы уже сами способны этот вопрос разобрать. Я более чем в этом уверен. Вот. А, самое главное, чтобы вы не пытались бороться со своими страхами. Страхами. Вот. Это, наверное, самое главное. Самый страх. Это, когда со страхами именно борются, именно когда борьба происходит. А ничего хорошего не получается. Потому что борьба, она, как правило, направлены на, ну, на подавление, в большей степени. Именно на подавление. Вот. А не на раскрытие. Вот. Поэтому мысля вот в таком ключе, вы оказываете себе медвежью услугу. По большим исчетам. Вот. Поэтому я хотел бы вас вот предупредить от действий, которые могут быть для вас еще более вредными. Вот. Что вы делаете сейчас? Конечно, эм, отказаться, а, отказаться от, эм, привычного поведения нелегко. и от вас этого никто не ждёт. В какой-то степени я полагаю, что вам с Музем повезло, потому что он достаточно вроде бы понимающий, вот. Но, безусловно, очень, ну, безусловно, необходимо, чтобы вы работали над собой, и чтобы вы работали над своей самооценкой, потому что человеку сложно будет так или иначе с вами взаимодействовать, когда вы постоянно устраиваете скандалы, да, там, допустим, и ругаетесь с человеком по факту на ровном месте, или, по крайней мере, ему так кажется, вот. Так что вы совершенно правы, что можете человека потерять, вот. Такая вот история. Поэтому начинать работу над собой лучше прямо сейчас, как можно, скорее не тянуть. вот, то есть, ну, вы молодец, что обратились за помощью на сайт, вы молодец. Ну, этого, конечно, мало и, в общем-то, связанная работа вам ещё столько предстоит. Вот, поэтому я надеюсь, что вы поступите правильно и не будете откладываться в долгий ящик психотерапии, вот. Потому что это очень важно для вас, по крайней мере. Давайте я сейчас ещё раз пойдусь по дексту вашему. Устала от себя негативный, озлобленный на всех и всё. А что за негативом находится? На своей вечной мысли о плохом и о себе плохой. А что за этим откроется? Откуда, из чего вы взяли, что вы плохая? Откуда? Ну, откуда у вас вот эта идея, идея о том, что вы плохая? Откуда в этом взяли? Я же полагаю, что у вас, вероятно, есть какие-то основания для того, чтобы думать о себе так. Я, конечно, не знаю, могу ошибаться, но, на мой взгляд, вы это откуда-то взяли. Откуда-то. Что вы плохая? Что, ну, что с вами что-то не так. Вот. Так, давайте попробуем разобрать этот момент. На ровном месте, на ровном же месте ничего не бывает, правильно. Дальше. Так. Я, как маленький йодик, который на малейшую шутку, озлобляюсь, выпускаю колечки, либо взрываюсь, давай делаю скандал, либо обижаюсь. Да. Здесь не сформировано отношение к самой себе. Ваше имеет место быть. Вот это корректируется. Мне кажется, я лучше меня. Почему сравниваете себя с другими? Почему, как бы, отнимаете у людей, условно говоря, возможность иметь свой собственный путь, да? И у тебя, получается, отнимаете тоже. Ну, это же. То есть, ведь, дело же не только в вас, да? Но дело же и в людях, вокруг вас. К ним у вас такое, похожее отношение. Вот. То есть, тут вот вы чувствуете недостаток. И обецениваете себя, собственно, индивидуально. И индивидуально со всех людей. Люди вокруг разносторонние, чем-то увлекаются, мне нет интереса к чему-то. А почему нет интереса к чему-то? Вот вопрос. А? Почему нет интереса к чему-то? Вы говорите, я вот закончила художественную школу. Хорошо. Если так. Вы молодец, если закончили художественную школу. Так, а теперь вы договорились. А для чего вы её закончили? Для чего вы вообще в начальном её начали? Вы... Хотели чего-то? Вам нужно было что-то? Или как? Понимаете, да? То есть, вот эти вещи... Эти вещи... Эти вещи... Они очень... Очень... Важны. На самом деле. Для чего вы... Рогонтили художественную школу? Чтобы что? Например. Но, очевидно, что какая-то цель у вас была. Вот. Вопрос так в том, какая. Дальше. Рисовать неинтересно. Да, высшее образование, работаю, читаю, что читают. И он спит, он постоянно думает людям за ныне интеллектно. А вам-то с собой интересно? Вы говорите, мне ничего не дать. А себе-то вы даёте что-то? В инстаграмме кто-то тупит, кто танцует, кто поёт. Лепче, что-то я же не испытываю особого желания что-то делать. Почему? Почему? Судя по всему, вы описываете, как раз-таки, такое вот депрессивное состояние. Вот. И у него, у депрессивного состояния есть свои причины. Вот. Есть свои основания у депрессивного состояния вашего. Ну и только разобраться, что и как вас подавляют. Так. Есть муж, он помимо работы скейтер, играет на гитаре. А я что на радость ухожу в тренировку? Так. Ну тут вы опять же сравниваете, обесцениваете его выбор. То есть его выбор вас. Обесцениваете себя. Вот. Вам проще довести до скандала и убедить себя, что вы не подходите, чем рискнуть. Вот. Ну, панический страх у вас возникает именно из-за того, что вы ощущаете статус, кроме мужа больше у вас ничего нет. Это корректируется на них. Это корректируется. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Ну, желаю вам всего самого доброго и удачи.